такая обновленность для себя я помню как говорил мишка леда каждый сезон это новая тетрадка который ты пишешь вот именно тоже точно такие же ощущения этого сезона хорошее заглавление как целое соглашение жгла я началась хороший бог до проволок а потому что я ехал в машине и включил моя мило моя музыка на яндекс диски в яндекс музыки и мне попалась рекомендациях именно этот кавер вот эта обработка каруза я приезжаю соглашу но это она больше ничего катать я не буду только под это на самом деле очень много всего очень большой прогресс по ощущениям по прыжкам для себя вот изучил вуз но осталось теперь его довести стабильность именно соревновательном процессе потому что на соревнованиях ножки совершенно другие чем тренировка ну я приехал в москву данилу марковичу поставили за два дня вот эту отличную программу все на меня легла хорошо потом уехал в питере сам я тренировал потом сменил обстановку в сочи и потренировал потом опять приехал в москву данилу марковичу и с ним еще потренировал там в новогорске и потренировал и вот сейчас наконец смог исполнить ну я подумал что сразу я не расстроился потому что я с короткой программы успел 1 выложить пост что у меня дюна будет вот и подумал что это будет довольно интересно что ну мы спортсмены одинакового уровня и такое сравнение будет интересным здоровье нормально травму получил в июле она довольно неприятная но и лечится долго но из хороших новостей она у меня улучшается с каждым днем и все лучше и лучше на тренировках уже все четверные прыгал в новогорске вот впервые восстановил их и ну дальше наверное будет еще лучше сезон постараюсь во всех соревнованиях принять участие хорошо выступить как обычно нет я вот пока четверные по одному разу прыгал но чтобы в программе делать еще пока не успел катать это тоже дополнительная нагрузка на ногу поэтому я собираюсь выступить на каких-то этапах российского гран-при которые во второй половине это все данил маркевич придумал ну воплотила светлана горчинская остановился но последняя ум о мая показала то что стабилизировался показатель рост 184 с половиной но может быть и когда я отдохнул во время травмы там первые где-то месяц я вообще не прыгал и вот когда после этого пришел мне многие сказали что я опять вырос но наверное просто у меня позвоночник вытянулся я перестал его утрамбовывать и могу быть и выше вот наверное да верно загадка ну да все что было глупо вновь говорить что не осталось так как было много всяких изменений и какое-то какие-то изменения это все равно какой-то шаг вперед выход из зоны комфорта и стоять на месте это уже регресс поэтому двигаемся так вперед ну отпрыгал неплохо катался понравилось как начал потом немного подсела все таки сказалось что и волнение и первое такой публичный старт на хоть это не соревнования но все равно градус ответственности есть какой-то он внутренний вот поэтому да доволен где-то на 6 7 из 10 слушай я давно хотел попробовать и так получилось что за пошла перекрашиваться и такой блин я тоже хочу пойдем мы пойдем все да не ну как-то спокойно там каждый день катаемся не страшно ну конечно вот я повторюсь это практически идентичный вопрос как был первый был бы странно говорить что ну нет ничего нового нет нет новое есть и я надеюсь она будет только в плюс эти это вы мне скажите вы страны меня идти ну это отлично про любовь да не знаю но все равно каждую программу ты проживаешь и за условно сезон с ней сживаешься да и какую-то эмоцию ловишь внутренние вот короткая она немножко к не типичная для меня потому что довольно быстрый темп он я не могу как вы классно печатать вообще не смотря так 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 не нужен что-то смотрим иногда вот не помню я говорю хорошо да не ну как-то сложно это разделить особенно когда два человека сейчас еще одну в одном деле находится вот это больше шуточной форме все-таки она так говорит вот тогда но на тренировках мы тренируемся поэтому особо нет каких-то сильных романтических выявлений не знаю как вот это все спокойно дома дома каток каток ну вот видимо я переехал улыбе федерация решила что чтобы я не скучал побольше соревнований в питере сделать контрольные прокаты стоило уехать в москву чтобы контрольные прокаты сделали в питере наконец-то да нет я приезжаю периодически когда какие-то праздники еще что-то за день до свадьбы у ребят знакомых моих были получается прямо за день до свадьбы наших но 17 мы 16 в питере были на свадьбе ребят поэтому два человека в просто все это сложно это не ну мне кажется все индивидуально и и глупо как-то какими-то критериями клише какие-то ставить вот поэтому все зависит от людей посмотрим сейчас смотрим мы разговаривали думали да но сейчас будет смотреть как по плану приятное ощущение от того что собралось достаточно большое количество зрителей я не знаю полный зал или нет но ощущалось как будто тысяч 20 на арене то есть снова получишь получил эмоции от зала в первую очередь во вторую очередь получил эмоции от своей новой программы который мне очень нравится особенно короткая но чуть смазал впечатление сорванный аксель который я последнюю неделю не срывал почти что с утром тренировки идеально все сделал последнюю неделю 1 идеальный акселя делал но сегодня после первого сальхова видимо чуть отключил голову потому что самый сложный элемент был сделан и это и сказалось наверно в акселе а так более-менее на процент всеми с доволен сегодняшним днем посмотрим что будет завтра завтра хотелось бы конечно же справиться в первую очередь с эмоциями с нервами ну и показать тот уровень который я показал на открытие тренировки даже может чуть улучшить ну для нас тогда первый такой раз и наверное для каждого спортсмена не знаю не могу говорить за остальных но для меня было очень важно вот провести такое мероприятие потому что пришло много зрителей достаточно да не столько сколько здесь конечно но все равно то ощущение что на тебя смотрят люди то есть зрители это уже добавляет чуть нервов и ты конечно же перед сезоном понимаешь чуть-чуть что такое вот соревнование и так далее то есть ты начинаешь привыкать вот к этой атмосфере соревнований ну да все зависит конечно же от работ спортсменов если спортсмен хорошо работает то она вот такая же добрая как и была на открытых прокатах если кто-то не работает то может конечно покричать на кого-то и изменим потому что мы обычно просто раскатываемся и потом катаем программы через жеребьевку но по одному просто не катаем то есть один спортсмен на льду нет не остается и из-за этого тоже было что-то новое когда вот была открытая тренировка для нас когда ты один на льду и все на тебя смотрят тоже какие-то другие ощущения немного были но в принципе как бы да это регион так и так и есть так и правой тренировки ну слушайте после длительного межсезонья это большая радость выйти перед заполненной тренировки на представить новую короткую программу откаталась что нормально как бы есть к чему стремиться верю что завтра и на следующих дальнейших соревнованиях будет лучше все шло своим чередом я и мой тренинг спецтаб предложили все возможные усилия чтобы программа была так как я ее сегодня представил ой ну как я уже сказал всегда большая радость видеть полные трибуны моего родного юбилейного рад что в этом сезоне открытые прокаты проходят в питере ну и надеюсь зрителям понравится это представление можете не продолжать я знаю даже что вы скажете повторяемся по десятому кругу ну что могу сказать что после выхода такого грандиозного фильма а уж тем более таких крутых саундтреков к этому фильм это было ожидаемо что спортсмены будут брать оттуда музыку я считаю в этом нет ничего отрицательного потому что музыка новая движение новое хореография другая как бы я думаю зрителям будет классно посмотреть на новую хореографию фигуристов ну уже дальше будем смотреть оценку зала хореографа я ее поддержал фильм до удалось вторую часть посмотреть вторая часть мне понравилось больше него нет нет времени другие книжки ну как правило я на соревнования точнее на соревнования мои близкие родственники обычно не ходят к потому что так как переживают а на шоу всегда им радость прийти посмотреть какое-то представление бракаты редко да все можно дать но скованное было межсезонье подготовка была такая скованная в чем скованность в том что наверное сборы я восстанавливался от травмы ну и в целом просто пытался набрать какую-то форму а потом пришлось уехать на шоу вот ну и там не получалось поддерживать так форму как хотелось бы потому что ну первое наверное основное я не умею тренироваться без тренера то есть мне достаточно тяжело себя самого в тренировочном процессе не то чтобы мотивировать а как бы вырабатываться поэтому там была больше такая поддержка того что мы наработали на сборах ну а так в целом межсезонье прошло сумбурно еще по той причине что в конце того сезона я получил травму как оказалось и понял я это только в середине лета понял это потому что я думал как обычно у спортсменов травма там появляется две недели прошло она ушла ну как оказалось я запустил сам этот процесс так сказать не пошел не прошел курс лечения вовремя и до сих пор страдаю с тем чтобы пытаться вернуться к нормальному состоянию ноги но при этом всем сегодня выступал я очень этому рад травма колена тенденитную жидкостью в суставе связочном вот но это прыжковые моменты это нюансы мы с главным врачом обсудили он сказал что для фигуристов это нормально но просто я не ожидал что столкнуть с этим но сейчас после контрольных прокатов есть очень много времени для того чтобы привести в порядок вы да люди люди которые спрашивают интересуются на самом деле я так отвечу что последнее время просто нашел в себе какие-то мысли по поводу того что нужно это очень банальные вещи но они правильные как мне показалось я не стараюсь там задумываться наперед и не стараюсь как-то радоваться назад то есть я стараюсь находиться здесь сейчас и каждый день я просыпаюсь с новыми потоком снова с новой энергией и стараюсь идти просто тренировочный процесс сталкиваюсь вот с травмами но почему-то дальше иду наверное внутри я понимаю что я еще готов и могу и мне это нравится очень грустно я сейчас в новогорске новогорске на сборах я понимаю что уже но следующее поколение подходит и это нормально но с сашкой мы всегда рука об руку и тут не пошутить не посидеть там такие свои шутки между в раздевалке бывают проскакивали а тут я один смотрю да ну марка иногда там со мной но скучно конечно скучно остался на карточка я стараюсь постараюсь не превратиться в гнилую постараюсь быть как бы молодой здоровый картошечки слушайте а я не знаю это так достаточно далеко я говорю за основное сейчас что хочется это после этих контрольных прогадов пройти курс лечения а там конечно если будет здоровье позволять и силы будут конечно почему нет мемориал панина очень классный старт фунер сам пассивург и я невероятные эмоции испытываю потому что я уже соскучился по этой атмосфере по зрителям по всем вот и честно все лето провел на на катке на нашем на тренировался тренировался и уже надо под надоело немножко одна и та же картинка все и очень рад что у нас как раз были тоже открытая тренировка тоже что-то схожие как у нас сейчас открытые прокаты ты конечно вот по всему этому скучал но но в принципе скажу что все для меня новое потому что новый тренерский штаб новый город все и сравниться с другими межсезоньями не но есть такие моменты которые для меня какие-то новые не или не неожиданные вот но стараюсь их перебороть самое сложное именно по и про межсезонье вы имеете ввиду но это накатывание программы конечно необычно ну прям такого не было не скажу что него прям необычно сложного чего-то да в принципе со многими я и так до этого был знаком поэтому когда я перешел даже не с ребятами даже вот понятно с тренерами со персоналом каким-то вот давно знаком и как пришел и влился как как будто я уже там не знаю уже много лет катаясь ну были небольшие трудности в начале когда только переехал он так все разрешилось все хорошо но он все равно в душе петербуржец в питер в душе но не но не очень доволен прокатом конечно но в целом понятно что старт сезона еще впереди целый сезон и в стреме накатать наработать какие-то недочеты вот поэтому это может даже хорошо что здесь были какие-то срывы я даже так скажу что он действующий спортсмен вот он еще выступает николай шалякин он катается у нас группе с нашим тренером вот и он занимается постановками для ребят из нашей группы младшей и вот поставил мне короткую программу нет я видел как он работает и такая же ситуация была с егор мурашовым когда мне ставил программы у меня не было никаких сомнений что это будет хорошо музыку выбрала анастасинка лавна казакова она всегда у нас отвечает за музыку вот все идеи так скажем ее как ты думаешь может быть я на выбор музыки для этой программы повлияло то что на русском языке ты потрясающе откатал выборную программу свою на ну что-то похоже ну нет я не думаю что это было как-то связано с шариковым все таки может быть по мотиву где-то похоже но это совершенно другое настроение программе если шариков я выходил на лед и дурачился здесь все таки немножко более серьезный образ вот и при этом где-то граничащий и с какой-то улыбкой весельем поэтому это даже с ну сложный достаточно образ а с каким настроением ты вообще начинаешь этот сезон потому что как бы ты не юниор который перешел во взрослый спор ты человек который уже достаточно долго во взрослом спорте каждый сейчас каждый сезон там можно сказать что он как вызов каждый новый сезон нет я начинаю с хорошим настроением большое желание когда выступить в этом сезоне вот поэтому никаких других мыслей ни о каком вызове стараюсь не думать удачи тебе спасибо выигрываете соревнования ну соревнования показываете чистые программы хорошее катание и тогда это принесет результат лучше думать об этом вот когда ты думаешь наперед о результате может пойти какой-то сбой это этот рекорд за шарик реально огромное спасибо а правда что вы не хотели сначала вообще оставить ну вставнули все что не хотели сначала эту программу нет ну да изначально поставили ее в запасе я был запасным вот потом посмотрели прокат мой на репетициях и заявили что спасибо 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 большое все хорошо настроение наверное боевое я скорее доволен все было неплохо да были какие-то недочеты и на прыжке и вращение можно лучше и дорожкой откатал я не знаю как это выглядело со стороны но по личным ощущениям я могу четче и ярче поэтому как всегда есть над чем работать но для начала сезона мне кажется это довольно уверенный старт чья идея была поставили такую необычную программу наверное изначально идея была моя в плане выбора направления музыки я озвучил эту идею Слава Надимировне и постановщику программы Никита Михайлову и дальше мы уже начали среди этого жанра выбирать какие-то определенные композиции меняли местами перебирали по итогу закончилось тем что все отбросили и оставили самую первую с которой все и началось потому что наверное не нашлось музыки сильнее чем это спасибо какова задумка костюма я не уверен насколько этот костюм будет на протяжении всего сезона есть более интересная идея но пока ее нереально реализовать вот если получится то вы увидите если нет то будет либо этот костюм либо может быть что-то другое вот вот насчет костюм пока да потому что есть повторюсь задумка но на данный момент она не реализована если сложится то будет классно очень необычная будет история но пока я пока ничего нет я не очень хотел бы говорить нет смысла но сейчас дима спрашивает мотивацию он сказал что ты нашел в последнее время какие-то какие-то потребности искать веселье она еще не иссякла сама внутренняя самое главное у меня есть мотивация самосовершенствоваться у меня есть личные цели которых я хочу добиться спасибо большое но есть такое ощущение что вот сейчас мы здесь наконец-то вас опустила вся череда каких-то проблем после архитийских и проблемы со здоровьем вот эта легкость появилась это именно со здоровьем связано или какая-то другая история я по своей натуре человек который всегда живет с толикой сомнения поэтому я не готов отвечать на такие вопросы прямо вот нет я все понимаю я просто не готов сказать ни да ни нет потому что я ни в чем никогда не уверен я так спокойно живется а насчет здоровья нет все хорошо да все хорошо вам спасибо большое